Доброй ночи! Два объявления, коротких, перед тем, как мы начнем разговор на очень интересную тему. Первое. Вышли кассеты. Две кассеты, пока их будет больше. На одной из них записано три программы гуманитарного, скажем так, характера. На второй три программы, естественно, научных. Приобрести их можно в магазинах, адреса которых расположены на сайте телекомпании НТВ, которые сейчас на ваших экранах. Все вопросы адресуйте на этот сайт, найдите там программу Гордона, подробная информация там. И второе. Второе вот что. Во второй части программы сегодняшней мы дадим вам возможность задать нашему гостю вопросы, тем более, что тема, я думаю, взволнует всех, поскольку речь идет о будущем нашей планеты. Мы знаем, что уже не раз находим кратеры. Не раз наша планета подвергалась бомбардировке из космоса, и метеориты эти были достаточно крупными. Всякий раз это были большие события в геологической и биологической истории Земли. Так вот, ждет ли нас такое же событие в будущем, причем в будущем обозримом? Вот об этом сразу после рекламы. А есть реклама у нас или нет? Нет. Тогда сразу приступаем. Да. Итак, буквально, наверное, недели полторы назад НАСА в очередной раз сообщило, что Земле ничего не угрожает. Что вот тот метеорит, который приближается к нам, который можно видеть невооруженным глазом уже, в 2019 году пройдет мимо планеты. Так это или нет? Вы знаете, есть такая наука небесная механика, это часть механики общей, которая вот занимается расчетами движений небесных тел, планет, спутников, теперь спутников, планет и так далее. С помощью этой науки делаются, в частности, прогнозы затмений лунных, солнечных и прочее. Это очень точная наука, потому что математический аппарат, который лежит в основе этого, вот этой деятельности, он очень точно выражает законы, управляющие движением небесных тел. На основе закона всемирного тяготения Ньютона. Поэтому там эти прогнозы достаточно хорошие. В хорошем смысле точные? Точные. В связи с этим можно сказать, что если обнаружено некое небольшое тело, которое приближается к Земле, то ну что же, запустили, тем более сейчас компьютеры есть, с колоссальной точностью можно сосчитать, и сказать, будет это или нет. Но дело в том, что, несмотря на такую точность небесной механики, сами исходные данные об этом приближающемся, атакующем, как теперь принято называть, астероиде или более мелком образовании, они не так точны. И малые возмущения, которые, малые, отклоняющие ее от такой некой осредненной траектории, которые возникают по ходу ее движений среди членов семьи Солнечной системы, они могут привести к отклонениям, к достаточным для того, чтобы был промах по Земле. И поэтому НАСА, значит, возможно, поэтому, а может быть и по другой причине, сделал то заявление, о котором вы говорите. Тем более сейчас модно и выгодно всякие научные проекты обосновывать такими устрашающими, и наоборот, интригующими какими-то обстоятельствами, чтобы получить денег на этот проект. Тем более, что, тем более, вот, в американской действительности, ну, надо же получить гранты. Так здесь поражает как раз то, что если бы они объявили, что да, столкновения неизбежны, и давайте нам денег, чтобы этого не произошло, я бы их понял. Ну, что было, они же сначала же говорили, что вот, в 19-м будет столкновение. Это такое заявление было сделано, но, возможно, их, так сказать, немного... А дёрнули. А дёрнули, пощипали, что о чём вы говорите. Так что... Но эта проблема очень актуальна, конечно. Если позволите, я сейчас кое-что скажу. Значит, вот в течение вот одного века, прошлого, теперь он прошлый, было два таких заметных события. Это так называемый Тунгусский метеорит, в восьмом году, в Сибири, когда, значит, вот произошло нечто, об этом мы ещё поговорим сегодня, я надеюсь. И совсем недавно, 8 лет тому назад, в 94-м году, по Юпитеру, я извиняюсь, шарахнула комета из 21-го куска с размерами порядка километра. Вот 21 глыба льда со скоростью порядка 65-ти, там, 5-ти, по-моему, километров в секунду. И цугом друг за другом, значит, вонзились в Юпитер. Тут два события за 100 лет. Три, я могу добавить ещё одну, потому что не так давно на отдалении, если мне не изменяет память, два расстояния до Луны прошёл достаточно крупный астероид от Земли. Да, я говорю о попадании. Проходят и ближе, и дальше, и их гораздо больше. Ну, попасть-то в точку, это же действительно редкое событие, но то, что за 100 лет два таких попадания по двум планетам произошло, это говорит о том, что это, в общем, не такое же редкое событие. Правда, вот всё то, что было, интенсивная бомбардировка поверхности планет, Луны и так далее, ну, многие, наверное, видели, как выглядит Луна. Луна, Меркурий, Марс и так далее. Это сплошная такая кратерная сеть всевозможных масштабов. Это была, правда, очень давно основная вот эта деятельность, если можно так выразиться. Ну, даже если считать, что вот за 4 миллиарда лет, в 100 лет два таких события на объекты Солнечной системы, то это получается, значит, сколько же, на поверхность каждой из них, ну, порядка миллиона таких оспинь. Что мы и видим. Они там разного возраста, они засыпают новые удары, засыпают старые там и так далее. На телах планетах и на Луне, лишённых атмосферы, это всё видно очень хорошо. На Марсе тоже хорошо видно, потому что там атмосфера очень жиденькая. Но есть они на всех. И на Земле они есть. Вот в последние десятилетия было обнажено много кольцевых структур на Земле, очень больших размеров, которые несомненно ударного происхождения. То есть это... Эти события продолжают быть. Правда, чем крупнее тело, тем меньше вероятность. Вот говорят, что вот, большое тело с вероятностью, там раз в миллион лет, там и так далее. Но это не должно как-то нас... Ну, не то что успокаивать, а... Утешать. Утешать, да. Потому что, понимаете, последний год этого миллиона лет может быть этот год. Шкала времени же очень длинная, потому что где этот миллион? Этот отрезок миллион лет, он может быть в разных местах. Тем более, что тела типа вот Юпитерианского или Тунгусского метеорита, это в общем, это мелочь. Ну, что такое километровая глыба, да? Ну, смотря куда попадет эта мелочь. Мелочь я имею в виду в смысле вот тех миллионников, о которых говорится, это крупные события, типа того, что вот было, когда был удар по земле и потемнело, похолодало, там мамонты вымерли, там и так далее. А для земли эта мелочь, она многого может стоить. Потому что в результате удара, скажем, километрового размера глыбы, на земле будут наблюдаться совершенно катастрофические явления. Сильнейшие землетрясения, каких на земле не бывает, сильнейшие волны цунами, это японский термин означает вот волны, распространяющиеся по океану при подводных землетрясениях, которые при приближении к берегу опрокидываются, как обычно всякая волна на мелководье опрокидывается, валом идет на берег. Но если вал этот имеет 20-30 метров высоты, 50 метров высоты, то он накатывается на берег и смывает все. При таких ударах эти цунами будут совершенно ужасающих масштабов. Затем над местом удара там огромные температуры ведь возникают, многие десятки, тысячи градусов, сотни даже. Это раскаленное облако, ударная волна, идущая вверх по атмосфере, все ускоряется, это можно показать. Создает гигантский такой маяк, в кавычках. Огромный объем сильно нагретой плазмы, из которой мощное излучение, которое до горизонта, а горизонт с высоты 10 километров достаточно далеко. Но все будет выжжено. Мощное электромагнитное излучение будет, которое, так сказать, уничтожит все этот постиндустриальный информационный мир. Ну и самое главное... Это вы описываете последствия падения всего-навсего километрового? Ну, порядка километровых размеров. И самое главное, и самое ужасное, это будет то, что лет 20 назад было названо ядерной зимой. При таком ударе выбрасывается в атмосферу очень много всякого твердого материала, разнокалиберного, в том числе очень мелкой такой фракции, которая не оседает быстро, а разносится в верхней атмосфере господствующими там сильными течениями, образует такой экран. Наверху, который загораживает солнечный свет. Это наблюдалось при мощных извержениях в историческое время. Крокота, вот когда было, затем Эль-Чичон, вот недавно было, Мексик и так далее. Загораживает солнечный свет, для которого атмосфера прозрачна. Солнечный свет падает, поглощается, проходя атмосферу, греет Землю и воду, поглощаясь там, которые в свою очередь уже более длинноволновым тепловым излучением греют воздух. Для этого излучения теплового воздух непрозрачный. Если вы повесили шторку такую, сферическую вокруг Земли на высоте, там 10 километров, то это значит, вы загородили солнечный свет. Он будет отражаться, поглощаться этими частицами, а внизу быстро станет холодно. А насколько холодно? Ну, это будут морозы, десятки градусов. Вот расчеты бы делались, вот покойный Николай Николаевич. Никита Николаевич Моисеев, мой близкий человек был, со своей командой в ВЦ Академии проводили такие расчеты. Это было названо ядерной зимой. Это речь шла о том, что если американцы и Советский Союз будут, так сказать, закидают друг друга ядерными бомбами в большом числе, то от суммарного вот этого выброса в атмосферу этой пыли, будет то, о чем я сейчас говорил, и будет ядерная зима. То есть летом будет зима, морозы. А поскольку вся растительность, она циклическая, то есть посабливается к зиме, если летом зима, то все растения погибают. Это самое страшное. Поэтому эта проблема, ну, в общем, в каком-то смысле актуальна. Некоторое время тому назад на эту тему была первая такая более-менее значительная конференция в ядерном центре, в Снежинске. Да, приехали отовсюду разные люди, приехал Эдвард Теллер, называемый у нас, называвшийся ранее, отцом водородной бомбы американской. Это такой высокий старикан такой, совершенно импозантного вида. Даже на ученого не похоже, какой-то такой глыбе. С длинной палкой, выше его роста. Матерый человечек. Человечек, да. Было удивительно, для чего он с этой палкой ходит. Потом я там спросил, до того, как увидел, как он этим пользуется. Вот там сопровождавших листов, говорит, а у него ноги стали слабые, он же старый человек. Чтобы встать, он, так сказать, как шестовики во время прыжка. Вот он перебирает, чтобы встать. Ну, там был большой базар, я извиняюсь, научный, значит, там были ракетчики, атомщики и прочая публика научная. Почти скандал был, потому что, ну, обсуждалось, что можно с этим делать. Можно ли разрушить, раздробить или отпихнуть в сторону атакующий астероид или кометное ядро. Ну, оценки показывают, что, кстати, когда я ехал на эту конференцию, я сам делал в вагоне, на поезде мы ехали, оценка просто делается. Можно ли современной ракетой отпихнуть настолько, чтобы она промахнулась по земле? И где это надо делать, на каком расстоянии от земли? Потому что если близко уже, особенно, оно не разойдется. И что можно сделать не ракетой, а вот ядерными бомбами? То есть два наиболее выдающихся технических достижения прошлого века, это, значит, ядерное оружие и ракетная техника. Но оказалось, что ракеты слабые, они... Поперечный толчок, который они могут сделать, он очень слабый. Слонодробины. Да. А вот ядерный взрыв в мегатонны, в десятки мегатонн, вот по астероиду километрового размера, я просто оценки делал, в состоянии создать боковую составляющую скорости, если ее, можно сказать, приделать сбоку этого атакующего тела, и еще лучше немного заглубить, потому что там, чтобы создать импульс боковой, то есть боковую скорость, нужно, чтобы масса работала, как реактивный, чтобы реактивная сила была, потому что если в вакууме взорвете атакующего астероиду, бомбу ничего не будет практически. Так сказать, футоны, там эти самые протоны, это все, это ерунда. Нужно, чтобы эта бомба испарила вещество этого атакующего материала, который, истекая в сторону, как реактивный двигатель, значит, создал бы импульс противоположности тоже. Так вот, да, многомегатонной бомбой, зарядом, можно, если это сделать на расстоянии порядка там 6-10 миллионов километров, это не очень далеко, можно создать импульс, чтобы отклонение было порядка нескольких диаметров Земли. То есть довольно тонкая работа такая. То есть, в принципе, два этих выдающихся достижения науки и техники 20 века, ракетную технику и ядерное оружие, можно, в принципе, использовать для отклонения атакующих небесных тел от Земли. Уже не против друг друга, как это делалось, а всем человечеством вместе, навалиться. И вот это технически возможно, но будет ли это сделано... То есть эффективность такого действия? Да. Проверить же это можно только на деле. Нет, это хорошо считается, оценивается. Но тут вступает человеческий фактор. Тут есть две проблемы. Во-первых, создать такую систему, чтобы она вот полетела эти там 10 миллионов, и там бы сработала, ракета привезла бы, значит, роботы установили бы сбоку, а она еще может крутиться. Это штука атакующая. Это так, оценки порядка величин тут делаются, а технические тонкости, это же они огромные. Ну, в принципе, человечество может это сделать. Но для этого нужно, во-первых, чтобы была более совершенная система наблюдений, чтобы можно было их вылавливать, эти точечки. Они слишком поздно обнаруживаются. Скажем, комета, которая вот попала в Юпитер в 1994 году, и она была Шумейкер-Леви-9. Я с ними был знаком, кстати, в связи с Тунгусским метеоритом. Я потом расскажу, у нас есть ли будет время. Будет, будет. В Бологде был специальный симпозиум, очень интересный такой, полускандальный, я бы сказал. Ну, только об обнаружении сначала, да? Да. Да, значит, вот эта комета была обнаружена за год всего до ее попадания в Юпитер. То есть, грубо говоря, жили бы мы на Юпитере, мы бы не успели создать систему, вывести. Нет, конечно, ну что вы, это же надо делать десятилетия, я не знаю, сколько времени. Поэтому, ну, такую систему, в принципе, можно создать. Систему для астрономической системы вылавливания, наблюдения, вылавливания и мониторинга обстановки, вот этой, с такими мелкими телами, можно создать, в принципе, но... Может ли человечество это сделать реально? Для этого нужны другие обстоятельства, нужна совместная деятельность различных государств и так далее. Но вот тут-то у меня очень большие сомнения, потому что до сих пор ничего подобного человечество не делало. Всегда делало наоборот. Оно разобщено, оно во вражде, оно занимается взаимным истреблением, взаимным ограблением, борьба за ресурсы, то, что называется политика международная. Какая там политика? Прибрать к рукам богатство земли, всякие, природные, интеллектуальные и прочее. Это и есть основа политики. Вот сейчас в Йоганнесбурге занимаются очередная пустая говорильня. Я извиняюсь, пусть меня простят все, кто это видит и слышит. Ничего не будет. Киотский протокол, который вот был принят какое-то количество лет тому назад, что вот давайте договоримся поменьше выпускать вот того, что может создать потепление, парниковый так называемый эффект и так далее. Но самый главный вкладчик в это дело – Соединенные Штаты Америки. Поплевать, если относится к киотскому протоколу. Не хочет этим заниматься и все. Заставить некому. Кто будет, кто может заставить? И вообще интересы бизнеса, все более и более укропняющегося, вот процесс глобализации сейчас идет. Что такое глобализация? Это тот, имеющий биологическое происхождение принцип, начало, я не знаю, как это назвать, когда некоторые ассоциации живых существ, в кавычках, приватизируют нечто в природе. Вот образуются ареалы обитания у тигров, у носорогов, у буйволов и у людей. Но там в дикой природе, вот прекрасные фильмы показывают BBC, вот это замечательно совершенно. Вы видите, что там это сбалансировано. Объемы этих ниш, размер этих ареалов, число обитающих там единиц и так далее, и их взаимная жизнь, то есть поедание всеми всех, она в полной гармонии. Там столько живностей, сколько может, так сказать, прокормить солнце своим светом. А человек все это нарушил, благодаря, так сказать, тому, что он якобы сапиенс. Мы уходим в сторону, я понимаю. Мы уходим в сторону, я бы хотел задать вот это. Но не смогут договориться, и это ужасно. Чтобы вот создать защиту коллективного всего человечества от атакующего внешнего пассивного врага, от астероида, кометы и так далее. Человечество в принципе не может этого сделать, к сожалению. Вот какой вопрос. Я не знаю, вы согласны с этим? Да я абсолютно согласен, и чем дольше мы живем... Человечество – это ужасная система. Тем меньше у меня остается иллюзий по поводу... Вот, вот, вот. Возьмемся за руки, друзья. Да, тут уж действительно дословно приходится цитировать, чтобы не пропасть поодиночке. Так вот, какое, по вашей точке зрения, количество тел может гипотетически существовать, которое было бы потенциальными снайперами? Какое количество может угрожать Земле или другим планетам Солнечной системы? Ну, для меня это очень сложный вопрос, потому что я этим специально сам не занимался. Я не знаю, кто-нибудь может вообще на это ответить. Дело в том, что очень давно, четыре там с лишним миллиарда лет назад, когда вот было очень быстро из околосолнечного материального диска была создана Солнечная система силой гравитации, которая создавала комья, которые друг с другом там играли в кошки и мышки, значит, вот образовалось то, что образовалось. Тогда много было вот такой мелочевки, которые, значит, доставались разным планетам и так далее. И в основном вот эта бомбардировка и Луны там и всего, вот то, что видно, это было очень давно. Но вначале я говорил, что если даже считать, что два за сто лет поразило две планеты, то это много. И раньше как-то об этом не до этого было людям, но когда сначала Тунгусский Метеорит, который это вообще целая эпоха, целая эпопея, хотя само явление очень хиленькое и слабенькое, и там не о чем говорить. Но когда вот произошел Шумейкер-Левит-9, тут люди уже стали более серьезными. Ну, не знаю, может быть, такого масштаба опасность образумит человечество? Ну, я в это не верю. Я тоже в это не верю, а все-таки давайте вернемся к Тунгусскому Метеориту, потому что каких только гипотез не было, и даже ваш покорный слуга озвучил гипотезу о том, что это, в общем-то, явление, которое названо Тунгусским Метеоритом, не более-менее как результат экспериментов, которые проводил Никола Тесла как раз в это же самое время с... С своими этими радиоэлектрическими системами. Да, с идеей передачи энергии беспроводным способом на расстоянии, и используя для этого резонанс Земли. Понятно. Как передатчик. Вот, каких только не было гипотез. Так, все, чего на сегодняшний день, учитывая, что до сих пор проходят скандальные конференции по этому поводу, что мы знаем, и какие заключения можно сделать по поводу Тунгусского Метеорита? Ну, я могу сказать, что проблема Тунгусского Метеорита давным-давно закрыта, там нет проблем, хотя до совсем недавнего времени показывали фильм «Тайна». Вы видели этот фильм? Угу. Сергей Петрович Капицы его комментировал, когда... Ну, довольно давно сделан был фильм. Давно, да. Ну, наверное, не все знают, что это такое, но в два слова я скажу. Ну, конечно, в 2008 году, почти сто лет тому назад, там, в центральной части Восточной Сибири, в бассейне реки под каменной Тунгусска, значит, вот, произошло нечто. Очевидцы видели, что по нему рано утром пронесся некоторый огненный предмет. Там, близ располагавшиеся местные люди ощущали удар ветром, тепло, там, свет и так далее, грохот. Сейсмографы и барографы на всей Земле записали соответствующие колебания, возмущения. После этого, несколько дней были во всей... В средних широтах северного полушария, начиная от вот Сибири и до Лондона, были ясные и светлые ночи, можно было читать газеты. По показаниям барографа, по записям барографа и сейсмографа, там, есть простые технологии, можно оценить энергию, которая, вот, выделилась в эпицентре. Она оказалась порядка, там, 10-20 мегатонн. Ну, мегатонны – это единица измерения мощности ядерных бомб. Это много. Это сколько Хиросим? Ну, Хиросима – это было, по-моему, 16 или 18 килотонн. То есть, это на три порядка, то есть, в тысячу раз больше. Там разные оценки, ну, в общем, порядок вот такой. Ну, теперь, когда через 19 лет туда прибыла первая экспедиция, ну, представляете, это восьмой год, потом были всякие пертурбации, революции, там, гражданская война и так далее. В общем, из Ленинграда такой большой энтузиаст и очень настойчивый человек, Леонид Алексеевич Кулик, организовал с помощью Вернацкого и других, значит, руководителей Академии наук. В общем, эти люди понимали, что это серьезное дело, надо посмотреть. Вот экспедиция Кулика приехала туда, они собирались найти там огромную яму, метеорит, большую глыбу там и так далее, а ничего этого не было. Зато был вален лес, тайга, примерно в радиальном направлении валялись деревья, на площади, равной, учетверенной площади нынешней Москвы. А в центре остались стоять некоторые деревья, вот, вертикально, обожженные, близлежащие, падающие тоже стороной экспонированные к эпицентру, были обгоревшие. Там стали ковыряться, копать болота, там ямки какие-то, так далее. В общем, это 80 с лишним лет люди туда ездили в различные экспедиции, государственные, самодельные и так далее. И родилось великое множество гипотез. Ну, это естественно, потому что большинство тех, кто этим занимался, это были люди, ну, не представлявшие себе, что будет происходить, если достаточно крупное тело войдет в атмосферу Земли. Что значит, достаточно крупное. Я уже сказал, что энергия была оценена по записям сейсмографов и барографов. Если считать, что это есть кинетическая, это энергия, порядка кинетической энергии, торгающегося тела, то есть произведение массы на квадрат скорости и пополам, то скорости известны, какие бывают вот таких небесных пришельцев. Это от 11 до 70 километров в секунду. Значит, порядок этого самого V квадрата в этой простой формуле известен. Одна, вторая тоже известна. Энергия справа тоже известна. Значит, можно отсюда оценить массу. А масса – это есть плотность материала, умноженная на кубы размеров, правда? Отсюда можно оценить, если положить плотность тех пришельцев, которые бывают, это либо лед, либо камни, либо железо. Эти плотности известны. Если подставлять, то получается, что это тело имело размеры от десятков метров до 70-80 метров. Это большое тело. Но все-таки не калометровое. Большое в том смысле, что если потом вы попытаетесь, это очень просто делается, рассчитать процесс торможения такого тела в атмосфере Земли, то вы увидите, что для этого тела безразлично, есть эта атмосфера или нет. Потому что сила сопротивления аэродинамического давления на это движущееся тело оказывается такой, что скорость может меняться там на доли процента на процент. Эта формула пишется простая сразу. Я думаю, что будет доска, я бы написал ее, но неважно. То есть, такого размера тела с нормальной плотностью, им все равно есть. Это все равно, что ледокол идет, атомоход Ленин, допустим, идет по морю, покрытому слоем льда толщиной в 2 сантиметра. Ну, есть этот лед или нет, ему совершенно наплевать. То же самое с вот такими телами. То есть, оно должно было врезаться, не тормозясь, в землю, вырыть большую яму и так далее, как это вот в Аризонской пустыне, есть там Аризонский кратер, многие это знают, там индейцы добывали оттуда железо для наконечников стрел и так далее. Это было железо-никелевый метеорит большой. А тут нету ямы. Нет ни железа, ни камней, ничего нет. Но есть поваленный лес, поваленный обожженный лес. В чем дело? Вот это есть тайна Тунгусского метеорита. В числе других работ была гипотеза академика Георгия Ивановича Петрова, он наш завкафедер МГУ на нашем факультете, его ученика Володи Стулова, которая состояла в следующем. Надо сделать так, чтобы все-таки торможение произошло в пределах атмосферы, чтобы тело не ударилось об землю и затормозилось. А ударная волна, так называемая, ну, впереди такого тела, летящего со скоростями десятки километров в секунду, получается тонкий, такой сжатый до очень больших давлений и температур слой воздуха, ограниченный фронтом так называемой ударной волны, которая, если тело вы затормозили, она дальше идет, бьет по лесу и валит его. Ну, как при взрывах, ну, понятно, в Хиросиме там и так далее, вот взрывной, вот выделили, значит, энергию, пошла взрывная волна, она валит всякие сооружения. Так вот, можно показать, очень легко делается, что и было сделано Георгием Ивановичем Петровым и Володей Студовым, что если подобрать плотность маленькой, масса-то известная, оценки, о которой я говорил, то тогда размер разрастется. Если вы плотность уменьшили там в три раза, то в 27-3 в кубе раз изменится размер. То есть выбрали лед в качестве плотности? Нет. То есть можно подобрать такой диаметр, что это тело затормозится в атмосфере, и тогда будет все, что там наблюдается. Но плотность оказалась очень маленькой при этом. Насколько маленькой? Она получилась в 10 раз меньше, чем плотность самого рыхлого снега. Вот такой пушистой, когда, знаете, бывают такими большими хлопьями. Ну, я когда поговорил на эту тему с Владимиром Петровичем Пстуловым, в нашем институте, я тогда был замдиректор института механики МГУ. Я говорю, ну, вы же понимаете, что это тело, во-первых, не ясно, кто его изготовил таким рыхлым, и, во-вторых, что с ним будет, когда она войдет в атмосферу. Она же не будет компактно идти. У нее же прочности нет. Деформация мгновенная. Да, и тут у меня и родилась, так сказать, идея того, а что же на самом деле произошло. Потому что если вы сосчитаете, вот я говорил, что на лобовой части большие давления действуют. Так вот, если оценить, посчитать, какое будет давление при движении, скажем, в 30 километров в секунду на уровне Земля, а скорость, я вам говорил, что она не меняется, на уровне Земли, потому что плотность, как говорят математики, экспоненциально падает с высотой. Там она разрежена. А вот, например, на уровне Земли, вот при той плотности, которая на Земле, и при такой скорости, с которой она бы, эта масса приблизила к Земле, какое будет давление на лобовой поверхности? Это будет более 10 тысяч атмосфер. Это означает, что, несмотря на то, что это давление, умноженное на площадь, дает силу недостаточную для того, чтобы затормозить тело, о чем я говорил чуть выше, давление, действующее на материал, они на порядок превосходят прочность всех твердых тел, особенно холодных, они же идут очень холодные, то есть хрупкие, даже железоникелевые, и говоря о льде и камнях. Потому что прочность этих, прочность льда, это несколько атмосфер, ну там 10, 20, там, я не знаю, вот говорят, бетон 500, да? Что такое 500? Это 500 атмосфер может выдержать кубик безбетона перед разрушением. А там 10 тысяч. Ну ясно, что эта штука не может как компактно идти, держать это давление, оставаться целым. Оно разрушается на некоторой высоте, где плотность такова, что давление, действующее на обувь, уже равно прочности, пределу прочности этого материала. Оно, я сделал работу, это было 26, что ли, лет тому назад, опубликовано в докладах. Вот это я все, так сказать, у доски, разговаривая с моим коллегой, он сказал, что вот что будет на самом деле. Я говорю, ну у вас опубликована работа, я тоже это опубликую. Вот так появилась теория вот этого самого дела. Потом более обстоятельную я статью написал в космических исследованиях, толстые работы, где оценены все эффекты, которые здесь могут происходить, и показано, что времени хватает для того, чтобы волна дробления прошла по всему телу. Чтобы эта раздробленная масса, как груда щебня, начинает растекаться в сторону, образуется такой медузу. Ну как, снежок вы бросите в стену, она же распластывается, примерно такой же эффект. Угу. Эта медуза, потом ее края, мелкие частицы, в отличие от больших, они тормозятся очень эффективно. Потому что величина торможения, как можно показать, и той же формулы, которую я хотел написать, но здесь нет доски, обратно пропорционально размеру. Если размер большой, то торможение ничтожное, его почти нет. А если маленькое телец, оно немедленно останавливается под действием аэродинамического давления. Так вот, раздробление, растаскивание в стороны и торможение этих частиц, оказывается, успевает произойти за время, в котором располагает это тело. А это примерно секунда. 30 километров в секунду. А эффективно толщина атмосферы, ну, 7-10 километров. Ну, за счет угла еще наклона, вот и получается. Порядок времени и секунды. За это время она успевает раздробиться, растечься, затормозиться и высыпаться на Землю уже с малыми скоростями. А ударная волна, в которую, что значит затормозиться? Значит, генетическая энергия этих частиц, перешла в энергию сжатого воздуха, которая дальше работает, как взрывчатка. Взрывчатка ведь это что? Вот шашка или ядерный заряд. Они очень быстро превращаются в газ с очень высоким давлением, а дальше давление начинает распихивать окружающий воздух, получается взрывная волна. То же самое здесь. Только не химическая, не ядерная энергия, а кинетическая энергия, быстро передана сжатому воздуху, в такой вот зонтикообразном слое. И дальше действует взрывная волна. Но тогда я вот что не понимаю. Получается, что падение на Землю космических тел такого размера без раздробления невозможно? Нет. Неправильно. Но вы же сами посчитали, какой, да, коэффициент прочный. Для размеров вот тех, которые соответствуют по оценкам, по записам сейсмографа и барографа Тунгусскому телу, когда это десятки метров всего. Если дело больше, то оно начнет, конечно, дробиться, но просто даже волна дробления не успеет пройти этот километр. Времени-то нет. Секунда. Поэтому большего размера это промежуточные размеры, вот очень узкие диапазоны размера, при которых вот будет такое разрушение, торможение и так далее. То есть защитная функция атмосферы, она распространяется на сравнительно маленькие телца, такие как Тунгусский метеорит. В этом смысле это маленькое тело. А более крупные сделают то, что сделал Аризонский метеорит. Не важно, что с лобой стороны они раздробились, даже на всю толщу, если раздробились, он не успеет просто растечься в эту медузу. Хоть и раздробленным, но она шарахнет по земле и выроет большую яму. То есть, грубо говоря, можно составить такую таблицу, да? Ну, конечно, это составлено, вот здесь есть... Кстати, вот есть книга такая, Тунгусский метеорит, это история исследований. Есть такой энтузиаст, Виталий Александрович Бронштейн, он несколько книг написал на эту тему. Вот здесь она вышла вот два года назад, описана вся история всех этих экспедиций, всех этих гипотез, все очень подробно, ну, правда, с точки зрения автора, он тоже этим занимался, всякий автор, так сказать, делает, как известно, больший крен в сторону своих исследований, но тут про мои работы он первый, кстати, их признал. и стал писать в своих работах, вот тут есть, я тут состоял список литературы, который, видимо, в конце будет показан. Вот есть так, в числе этих работ, которые есть, вот, В.А. Бронштейн, применение теории Григоряна к расчету дробления гигантских метеороидов. Астрономический вестник, 1994 год, том 28, номер 2. Он прямо в названии написал. Он же обнаружил, что вышедшие 14 годами позже моей работы, работа двух американцев, Хилс и Года есть такие, фрагментации малых астероидов в атмосфере, в атмосфере астрономических журнала, 1993 год и так далее. В этой работе повторена, без ссылок, моя теория. Молодцы. Что я могу сказать? Молодцы, но надо же читать литературу. У меня вопрос, Евгений из Москвы. Да, пожалуйста. Существует ли всемирная программа наблюдения за астероидной опасностью? Спасибо. Такая вот объединенная всемирная программа, по-моему, не существует, но вот делается попытка к формированию ее фрагментов. Существуют системы, давно сделанные, мониторинга метеоритных метеоритных явлений. Уже в атмосфере. Была прерийная сеть, была создана в Америке, европейская сеть. Это была система фотоаппаратов, так сказать, ждущих, смотрящих в небо, которые фиксировали появление ярких болидов, то есть очень крупных таких светящихся тел. поскольку из нескольких точек вы снимаете, то можно определить очень точно в пространстве траекторию движения этих тел. Эти системы были созданы специально для того, чтобы съем с поверхности Земли количеством добываемых метеоритов увеличить. Потому что если вы знаете траекторию, знаете, куда она уперлась, вы садитесь на джип, приезжаете в это место и берете тепленький метеорит. Но оказалось, что не тут-то было. Приезжают на джипе, а метеорита нет. Причина вот в этом. Потому что такие тела достаточно крупные, чтобы создать яркий, светящийся след, они все-таки достаточно малы, потому что они крошатся в атмосфере, при этом происходит такая яркая вспышка, потому что процесс показан в этой теории, о которой я говорил. Процесс торможения и передачи энергии окружающим воздухом очень кратковременный. Вот вы считаете, идет энергиеведеление, потом раз такой пик. А что значит пик? Там резко возрастают температуры, давление и так далее и высвечиваемые энергии сильно вспышка. Прошу прощения, скажите, пожалуйста, вот правда ли, что в Солнечной системе пояс астероидов образован в результате разрыва одной из планет полями тяготения Солнца, как звезды, образующие Солнечную систему, и планет гигантов, то есть Юпитера и Сатурна? Существовала ли планета в Паэтон? В Паэтон, да. Ну, есть такая гипотеза, но возможно, что это так было, возможно, что это было не за счет взаимного, так сказать, тяготения Солнца и гигантов, а могли там произойти столкновения более мелких участников этого события. Но, понимаете, это обратная задача, как говорят математики, то есть есть результат, а оператор, который привел к этому результату, как говорят математики, он неизвестен. Вообще, большинство природных задач такие, сейсморазведка, геологическая разведка и так далее. Мы знаем результаты измерения на поверхности, а что к этому привело, может быть, много механизмов. Поэтому обратные задачи, они, как установил еще Леонид Николаевич Тихонов Академик, они плохо обусловлены, они некорректны в некотором смысле, есть специальные методы для их регуляризации решения. Но, тем не менее, вот эта неопределенность даже при регуляризированных решениях остается. Собственно, возникновение вселенной, это обратная задача. Ну, конечно. Вся природа. Да, это обратная задача. Возникновение жизни. Нас с вами. Да, у меня вот какой вопрос был. размер Тунгусского метеорита. Вот тела такого размера при современном состоянии наблюдательной техники возможно находить на дальних орбитах? Или все-таки они слишком ничтожны? Чем мельче, тем ближе их нам. Но техника развивается, в принципе, это... Я почему задаю вопрос. Если метеорит такого размера, способен вызвать такие разрушения, это счастье наше, что он попал туда. Конечно. А представьте себе, я не знаю, Париж или Лондон, которого просто не существует после удара. Конечно. Ничего не остается. Так вот, мы говорим о системе обнаружения, имея в виду... Причем их больше, чем крупных. Конечно. Чем мельче это население, тем... Добрый вечер. Вот у меня вот такой вопрос по поводу Тунгусского метеорита. После падения, почему несколько дней наблюдалось свечение? Вот вы сказали. Очень интенсивное свечение. Во многих местах оно напоминало полярное, да, свечение? Объяснение этого состоит в том, что было показано еще достаточно давно Фисенковым, нашим астрономом, знаменитым, известным и Уиплом, Фрэнсис Уипл, что это была комета, маленькая комета. Это был лед. Кстати, поэтому и нет там даже мелких остатков. Потому что за 19 лет после того, как это произошло и прибыла экспедиция Кулика, там, естественно, ничего не осталось, все растаяло. А мелкие шарики, которые они набирали, ну, всегда в кометах есть твердые включения, загрязнения. Здравствуйте. я еще не помню. Одну секунду, надо ответить на вопрос предыдущий. свечения. А раз комета, у нее есть хвост. Вот мы все недавно вот были там, несколько комет тут были, мы наблюдали, наверное, тоже. От нагрева Солнца начинается испарение, и вылетает оттуда струя газа, частицы образуют, световое давление их отклоняет в сторону. Это материальные частицы, там и газы, и четвертые частички. Поэтому, когда приближение к Земле, может, либо головой сначала войти комета, может, потом свернуть, либо сначала хвостом. Мазнуть хвостом, потом уже головой войти. Это можно показать, что такие конфигурации есть. Вот, видимо, это и было. Сразу, одновременно с вторжением головы кометы, значит, хвост тоже, погрузился в атмосферу. Можно показать, вот, Бронштейн специально такую же работу сделал, что для некоторых углов входа возникает многократное такое отражение этих частиц, и свет может по такому каналу распространиться довольно далеко. Вот, это связано с хвостом кометы. Здравствуйте, это Звонок из Саратова. Существуют ли альтернативные меры воздействия, помимо ракетно-ядерного удара, которые будут приниматься по уничтожению астероиды приблизительно километрового диаметра при неизбежном столкновении с Землей. Спасибо, господи. Ну, я думаю, что нет, уничтожить его нельзя. Его можно либо разрушить, рассеять, диспергировать, либо оттолкнуть в сторону. была остроумная идея, я не помню, кому она принадлежит, на достаточно большом удалении от точки схода двух орбит просто-напросто покрасить часть метеорита в черный цвет. И тогда просто от более сильного нагрева начнет испаряться одна из сторон, что изменит орбиту, потому что, ну, понятно, тот же самый эффект, только размазанный во времени. Во-первых, если это из льда, тогда, если это камень или железо, красить, не красить, он испаряться не будет, там слишком холодно. Так он будет нагреваться. Ну, на одной стороне. Представляете, что нагреться настолько, чтобы железо начало испаряться в вакууме. С другой стороны, даже ледяные тела, как известно из наблюдений, комет, это же куски льда, вот комета Галлея недавно прошла, ее со всех сторон рассматривали, там измеряли и прочее. Они не успевают заразы испариться. Ну, чуть-чуть там попылили, погазили и ушли. Комета Галлея сколько уже оборотов сделал, я уже не помню, много. Нет, это... Да. Скажите, пожалуйста, вот известно в геологии одна из базовых концепций униформизма, которая утверждает, что все процессы геологические шли с абсолютно постоянной скоростью, это приводит к очень далеким последствиям вплоть до развития жизни на Земле. Вот ваша точка зрения, вероятность воздействия катастрофических процессов космогенного характера, метеоритного, крупных метеоритов, может ли эту концепцию информизма, ну, скажем так, откорректировать? концепция, концепция, но вопрос лучше всего так поставить, может ли погибнуть Земля в целом или часть ее обитателей от столкновения с астероидом? Может. Это будет хороший ответ концепции униформизма. Да, может, да, вот если произойдет, это будет хороший ответ, правильно, но вероятность этого разная для разных размеров. Да. Алло, доброй ночи. Здравствуйте. У меня к вам такие два вопроса к вашему гостю, Александр. Первый, когда вы, полагаете, сможете точно определить, попадет ли этот метеорит в Землю или пролетит мимо нее? Второй вопрос такой, если допустить, что все-таки будет создан космический аппарат, который сможет доставить этот ядерный заряд на этот метеорит, а если он имеет хотя бы какое-нибудь вращение, не получится ли так, что этот ядерный двигатель направит метеорит наоборот к Земле, а не от нее? Спасибо. Речь идет вот об этом небесном теле, которое, да, нас объявило. Ну, я уже, да, да, ну, я сказать не могу, что с ним будет, потому что этим занимается целая система организации, обсерватории и так далее, которые ведут его, наблюдают и все время вычисляют эту траекторию, сочиняют и так далее. Сначала говорили, что попадет, теперь говорят, что не попадет, что будет через год, мы не знаем, потому что малые воздействия, о которых я говорил, они должны, так сказать, определяться в процессе вот такого наблюдательного и вычислительного мониторинга. а во-вторых, по поводу вращающегося, ну, я говорил, что она может вращаться, это усугубляет задачу. То есть надо будет взорвать заряд именно в тот момент. Значит, сначала вот как стабилизируют спутники, чтобы они стали ориентированно двигаться, тоже ракетами. То есть тут можно рассуждать о технических мероприятиях, которые необходимы, которыми надо оснастить эту экспедицию. Скажем, это же вращение, оно будет по ходу дела выясняться, вращается или нет. Если вращается, с какими частотами, какие там инерционные свойства и какие нужны угловые импульсы, чтобы ее как-то такое немного поддержать, а потом уже стукнуть в бок. Я бы вообще-таки предлагал задавать вопрос не таким образом, произойдет ли столкновение в 2019 году Земли именно с этим небесным телом. А вообще с кем-нибудь, когда-нибудь в обозримом будущем. То, что оно произойдет точно, это неминуемо. Земля рано или поздно столкнется с небесным объектом. Ну уже, вот есть там где-то, он же был, аризонский есть. Который вызовет катастрофические изменения на Земле. Возможно, с гибелью всего живого, возможно, с появлением новых видов. Ведь вы знаете, что сейчас всерьез полагается, что не только гибель динозавров была обусловлена падением метеорита, но и появление динозавров на Земле было тоже обусловлено падением метеорита. с резким изменением климата, параметром средообитания. Да, конечно. Кроме того, должен вам сообщить, уважаемые друзья, что НАСА следит еще за одним метеоритом, размером, приблизительно, диаметром, если я не ошибаюсь, около трех километров. И который по тем вычислениям, которые есть на сегодняшний день, неминуемо столкнется с Землей, правда, произойдет это в 2800 году. Вот тут бы и вздохнуть с облегчением. Но я хочу напомнить, что за последние несколько десятков лет огромное количество небесных тел практически незамеченными прошли на очень близких расстояниях от Земли. Их видели только в тот момент, когда они появлялись уже, предотвратить было невозможно. Когда проходили мимо. Когда проходили мимо, да. Эй! Да-да. Есть еще вопросы? А прохалируйте. С возможным? Да, пожалуйста. Скажите, какие-то возможны ли новые ситуации, но какие-то другие возможности остановки или смещения орбиты этого астероида? И хотелось бы коснуться вопроса объединения усилий по работе над этим вопросом. Спасибо. Я об этом уже говорил, что... Мы уже развели руками, поэтому... Единственная возможность это создать импульс боковой. Все. Законы механики, они таковы, что их нельзя обойти. Если уж пуля летит в вас, я извиняюсь, то вы можете уклониться либо ее отразить. Поскольку даже совместными усилиями нескольких населений планеты нам вряд ли удастся отклонить траекторию движения Земли, то речь идет... Речь идет о нападающем небольшом теле. К тому, что вы сказали насчет таких столкновений с Землей, вот я в самом начале говорил, что на Земле обнаружены гигантские кратеры. Очень большие. В Африке, у нас в Сибири, на Севере и так далее. Их много. Есть даже такое рассуждение, что может быть Мексиканский залив есть, один из этих кратеров. Он же такой круглый. В одной из ближайших программ мы будем говорить с исследователями Антарктиды, которые глубоким бурением исследовали очень много геологических слоев залегания льда. И там обнаружили... Там все это записано. И ридиевый слой. Да, да, и там есть свидетельство падения таких огромных тел, которые вызывали катастрофические изменения и в климате Земли и в биоте Земли. На этом мы программу... На этой неутешительной ноте мы программу закончим. Просто надо помнить о том, как хрупка жизнь на Земле и как достаточно бессмысленная, если проводить ее в тех распрях, о которых вы говорили. Потому что даже от такого явления, неминуемого, но уже решаемого технически, без объединения никак не договориться. спасибо вам большое. Спасибо. Да, и мы до Болонского... Тех же 106 студентов и заново их опросил. Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев воспоминания изменились, причем очень часто, очень часто люди были уверены, что истины их воспоминания. Когда им показывали листы, где было написано, что они говорили через сутки после событий, они не могли поверить, что это делали они. И известна целая школа, которая начинается с английского психолога Бартлета, который проверял так называемые серийные репродукции. Когда один и тот же рассказ, причем этот рассказ был из эпоса северноамериканских индейцев, совершенно другая культура. Читали людям, кембриджским студентам английским и просили воспроизводить. Они каждый раз его воспроизводили совершенно трансформировав, если давай это повторно, то это через некоторое время превращало в совершенно другую историю. И это показывает, что нету следа как чего-то запечатленного раз и навсегда. все истории судебных процессов в Америке связанных с восстановлением памяти, когда кажется, что у психотерапевтов под влиянием тех или иных сеансов люди восстанавливают то, что было в детстве и стопроцентно уверены в истинности этого, а потом оказывается, что во многих случаях этого не было и они получают много миллионной компенсации за то, что им насадили чужие виды памяти. Наведенная память от сеансов психотерапевтов. Знаменитый был случай, когда одна медсестра после десяти лет психотерапии вспомнила, что она была жертвой сексуальных домогательств и изнасилований, что она участвовала в каких-то вандальных обрядах с поеданием живых младенцев, что у нее на глазах убили ее восьмилетнюю подругу и что у нее 120 личностей, то есть одна из которых была уткой, кстати, оказалось, что все это было насаждено психотерапевтом во время этих сеансов. Она получила 2 миллиона компенсаций. Это все показывает, насколько наша память не механистична и не является слепками, которые хранятся долгое время. Кстати, очень интересно видеть, мозг наш похожих способен распознавать, когда мы вспоминаем не то и уверены, что мы вспомнили не то. Уверены, что мы вспомнили то. По сравнению с теми случаями, когда мы истинно вспоминаем. Были такие исследования с помощью той же позитронноэмиссионной томографии, когда женщинам давали листы слов и они вспоминали, видели они их или не видели. Иногда они говорили правильно, иногда они считали, что они говорят правильно, ошибались. И экспериментатор знал. Казалось, что в тот момент, когда они ошибаются, и они уверены, что они говорят правильно, в мозге работала другая структура, помимо той, которая участвует в извлечении памяти и там, и там. Структура в передних областях коры головного мозга, которая показывала, что мозг понимает, что это что-то не то. Но до сознания этого не доходит. То есть так убедительно врут, что убеждают и себя, но не совсем. Они не врут. Вот. Это во многих случаях проверялось. И иногда это такое бессмысленное насаждение ложных воспоминаний, что это подтверждает, что это не намерено абсолютно. У меня вопрос, связанный все-таки с памятью и сновидениями. И есть пример из моей личной практики. Я обычно сны не запоминаю. Ну, то есть, видимо, все зависит действительно от того, в какой фазе, после какой продолжительности сна просыпается человек. Но вот уже несколько раз со мной случались истории довольно забавные. Я не помню сна. И вдруг, буквально в одночасье, сидя где-нибудь там, сейчас мы... Мы ушли в рекламу, но я задам вопрос, а вы потом на него ответите. Я сижу утром на кухне, в углу, и вдруг, как вот перелистывают книгу, да, передо мной идут очень четкие, яркие воспоминания снов за последний месяц. Один за другим, один за другим, один за другим. И я через некоторое время перестаю понимать, что из этих воспоминаний является реальным, а что я видел во сне. Первый раз меня это напугало. Потом я научился из этого извлекать какие-то свои дивиденды, но это жутковатые впечатления. Слушай, интересно. Иногда, кстати, я замечал тоже, что особенно после грозы, видимо, озон, черт его знает, вот в деревне, два-три часа вот на этом свежем воздухе, и мозг отказывается воспринимать реальность только в ее рамках. Он сразу начинает помещать в нее язву.